В Магнитогорске уже в 27-й раз прошел кубок ММК под дзюдо среди ветеранов. Соревнования, давно ставшие легендарными, собрали около 100 участников из городов Челябинска, Свердловска, Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан. Младшим из них едва за 30, старшим далеко за 70. В атмосферу борцовской дружбы привычно окунулся наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Пожалуй, ни в одном другом виде спорта, по крайней мере в Магнитогорске, ветеранское движение не является таким сплоченным и мощным, как у дзюдоистов. Традиция собираться каждую последнюю субботу мая зародилась еще в прошлом веке и сохраняется до сих пор. Данный турнир, он с двойной пользой для ветеранов, это поучаствовать и пообщаться. Поэтому сказал, здесь побежденных не будут, здесь будут все победители от этого общения. Хотя, я смотрю, ребята борются довольно серьезно. Борцы со стажем неизменно подчеркивают, сколько бы ни прошло лет, все, что связано с любимым единоборством, вызывает только самые теплые воспоминания. Радость побед, тяжелые тренировки, друзья, те, кто поддерживал, те, кто помогал воспитывать характер, тренеры, естественно. Сегодня подъехал Игорь Краснов с Крыма. Мы с ним в свое время были на сборах, жили в одной комнате. Это было нам по 19 лет. Ну, конечно же, это на всю жизнь. На всю жизнь. Тем более, когда с человеком борешься, а там и обнимаешься, и что так не делаешь. Поэтому всем, кто занимался в секции, это друзья на всю жизнь. Ну, а присутствие на турнире депутата Госдумы, главного металлурга ММК и еще целого ряда руководителей разного уровня – очередное подтверждение того, что очень многим борьба помогла состояться в жизни, дав очень полезный базовый навык – встречать любую проблему лицом к лицу, как на татаме. Один на один с оппонентом, который находится напротив тебя. И в дальнейшем, конечно, ты все эти приемы психологические и так далее применяешь уже дальше в своей жизни, в своей работе. Среди участников нынешнего турнира был Марс Зияков – борец легендарной магнитогорской сборной слабослышащих атлетов. Сейчас обладатели целой россыпи медалей престижных турниров – команда возрастная, и поддерживать ее боевой дух порой нелегко. В прошлом году отменили сорт Олимпийские игры в Бразилии. Они сразу сникли, их половина захотела сразу бросить. Я с великим трудом их уговорил остаться, продолжить это дело, и потихоньку-потихоньку опять их завел. Недавно наши борцы успешно выступили на чемпионатах России по дзюдо и самбо. Золото обоих турниров взяли Наталья Дроздова и Алина Поздеева. Два серебра в копилке Жанны Кузнецовой. Марс Зияков стал чемпионом по самбо и был третьим в дзюдо. Впереди у команды Рауфа Валеева альтернативные международные игры глухих. Замену сурглимпийским, на которые россияне не допущены. Чаще вывозим на сборы по ОФП, на природу. Вывозим в другие города, чтобы у них не наступала насыщенность своего городского ковра. Как бы этим сам переключаем одно место на другое. И они так, в общем-то, поддерживают свой уровень. Многие борцы – настоящие универсалы. Тренер клуба «Гладиатор» Александр Котлеров, мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою, недавно успешно выступил на соревнованиях по грэплингу – единоборству, сочетающему в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Борется и в куртках, и без. Именно база дзюдо позволила мне выиграть областные соревнования, сначала и в куртках, и без курток, и уже на чемпионате Уральского федерального округа. То есть я стал третьим. То есть, конечно же, дзюдо, как основа, позволило мне завоевать определенное количество медалей. В свои 34 Александр впервые решил попробовать побороться среди ветеранов. В самом представительном весе, до 90 килограммов, ему пришлось провести пять схваток. Победа на 27-м кубке ММК стала заслуженной наградой. Но дело было не только в ней. Окунулся в эту атмосферу, посмотрел, как здесь мужчины, как уже ветераны, как они борются, как готовятся. Для меня это большое восхищение. То есть даже не увидишь такого настроя именно, да, и вот этого потенциала уже у ребят, которые, то есть моего возраста, которые подействующие, молодые, то есть совсем, вот здесь именно привлекает атмосфера. И эта неповторимая атмосфера, можно не сомневаться, еще много лет будет притягивать в магнитку в конце мая сотни азартных и нестареющих людей, для которых дзюдо – синоним слова «жизнь». Павел Зайцев, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН».